Всем привет! Меня зовут Саша, вы на моем канале YouTube. Сегодня я подготовила видео-обзор отеля Sierra 5 звезд, в котором мы отдыхали в конце отеля начале марта 2021 года всей семьей. Озвучиваю это видео отдельно, потому что мой микрофон на улице рядом с аэропотом не работал и видео не записалось с озвучкой. Вот так выглядит вход в отель. Прекрасная территория, красивая, солнечная и много цветов. На входе проверяют багаж, проверяют температуру и на ресепшене можно регистрироваться и заселяться в номер. Еще в холле встречают вас свежие цветы и прекрасная, большая территория с зоной отдыха. Кстати, по поводу номеров. Номера есть абсолютно разные, есть немножечко новее, есть постарше номера и классно, что есть номера, где тянет Wi-Fi. У нас такой был номер 2416. Мы зашли с вами в зону, где all-inclusive и скажу честно, по еде нас все устраивало. Мы не гурманы, ну конечно же, хотелось больше морепродуктов, потому что они были в ограниченном количестве, но в целом еда всегда была свежая, булочки все свежие, все вкусные и соблазнов, конечно, много. Мясо, рыба, рис прекрасный, просто я не знаю, как они готовят его, божественный вкусный рис. Много овощей, это моя любимая зона овощей. В целом, нам все понравилось, можно было кушать внутри и на улице. Зонтики тоже ставили, так что было не жарко. Но в целом у нас такой был период, что нам было не жарко, у нас было 24 градуса и вода была 22 примерно. Вот территория отеля, это ближайшая территория к столовой. Здесь самый большой бассейн, в котором играла музыка. Рядом номера красивые, очень красивые террасы, с цветами, они все с видом на этот бассейн. Вот этот бассейн предназначен только для взрослых, деткам сюда нельзя. Бар в бассейне и музыка. Покажу наш номер. У нас номер есть чай, кофе, чайник, вода. Направо ванна, туалет. Есть фен. Классно, что есть лосьон даже для тела. Там же шампунь, глушь. И отдельно туалет закрывается дверь. Дальше шкафы для хранения, зеркало, наши вещи. Здесь вот мы сместили две кровати на одну, потому что ребенок с нами спал. А вообще здесь вот стоит полуторка и наша двуспальная кровать. Здесь зона с зеркалом. И такая вот зона для отдыха. А дальше у нас терраса. Ну и такой не очень вид, но зато здесь тихо и теневая сторона, что плюс с ребенком. Рядом с нашим номером поле для мини-гольфа. С красивым ухоженным газоном. А вот это синее здание, это здание тренажерного зала и спа. Смотрите, как красиво цветут цветы. Мы отдыхали в марте. И вот такие небольшие бассейны сопровождают всю территорию отеля. На территории отеля есть теннисные курты. Здесь как раз проходил теннисный турнир. Было спортсменов много, но всем желающим можно за дополнительную плату тоже поиграть в теннис. Вот так выглядит новее номера. Мы жили в желтом вот этом корпусе. И вот они рядышком все. Здесь есть Wi-Fi. В желтом точно. Смотрите, какое идеальное поле для мини-гольфа. Здесь, кстати, и я снимала тренировки свои. И мне кажется, что идеальное место для тренировок. Кстати, очень много было спортсменов. У них здесь проходил турнир по теннису. И они здесь разминались, тренировались и отдыхали. Я подошла к одному из главных бассейнов. Вот там в начале пологий вход в воду. Глубина бассейна метр сорок. И он достаточно большой. Есть бар прямо в бассейне. Оттуда играет громко музыка целый день. Поэтому, если вы хотите более тихий номер, вот эти все близлежащие номера, они слышат эту музыку. На территории отеля есть ресторан Akuna Matata. Посетители отеля с синими браслетами получают скидку на посещение этого ресторана. А посетители с золотыми браслетами, у них один ужин включен в стоимость пакета. Поэтому приходите, пробуйте морепродукты или что-то другое. Вот я вышла с нашего отеля. Если повернуть налево, то вы найдете магазин, супермаркет, аптеку. Там же можно купить сим-карту, кому нужна. Она будет дешевле, чем Vodafone на месте здесь же. Или покупайте в аэропорту. Ну вот примерно так выглядят магазинчики. Они абсолютно разные. Есть много сувенирной, ну как обычно, наверное, много сувенирной продукции, сладостей. Есть каток, но он во время пандемии, как и концертный зал, клубы, ночные клубы, они закрыты. Поэтому остается только прогуляться, поесть вкусных сладостей, вкусного мороженого. И каждый вечер на фонтане собираются люди, чтобы посмотреть шоу фонтанов под музыку. По этой дороге можно самостоятельно пройти к морю. Или ездит маленький автобусик, который возит каждые 20 минут людей к морю. У нас вторая линия, но здесь расстояние примерно метров 400 нужно пройти, спуститься вниз по небольшому склону. Поэтому в нашу погоду можно было просто проходиться, прогуляться, и нам было комфортно. В жару, конечно же, скорее всего, мы бы тоже катались на автобусике. Справа отель Savoy. Сьерра и Savoy – это одна сеть отелей, поэтому постояльцам в Сьерре можно прогуляться по территории Savoy. Она очень красивая, необычная, и открывается красивый вид на море. Так, мы с вами пришли на пляж. Вот это набережная слева. Здесь можно прогуляться, и здесь есть детский центр небольшой от отеля Savoy. Он мне очень понравился, нашей дочке тоже очень понравился. И вот так выглядит пляж и набережная. Мы поближе подойдем, посмотрим. Небольшой бассейн есть с теплой водой и много-много лежаков. Два пантеона. Вот этот, который правее, мы на нем редко были, мы были на дальнем. Там как-то побольше рыб. Я сейчас показываю территорию Savoy прямо с набережной. Вот у них такой выход. Красивый большой пруд, мостики. Все очень аккуратное, ухоженное и много цветов. Если стоять лицом к морю, с левой стороны будет такой небольшой вход для детей. Там купаются с детками. А дальше все ограничено, потому что вход только с понтоном. Есть туалет и в некоторых местах души. Также бары от отелей, в которых можно бесплатно еще брать напитки и перекусывать в обед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на этом я закончу свой обзор отеля. Надеюсь, что вам понравилось. Если у вас остались вопросы, пишите мне под видео в комментарии. И хотела бы сказать еще про погоду. Конечно, ветрено еще в начале марта. Погода плюс 24, плюс 28 примерно. Но в целом было хорошо. Отдыхать, конечно, не работать. Все. Всем пока. До новых путешествий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...